МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марте вот уже год, как Городская дума Череповца работает в новом составе. Впервые выборы прошли в прошлом году по смешанной избирательной системе. 26 парламентариев было избрано. И вот накануне нашего эфира журналисты пообщались в кулуарах думы с депутатами, спрашивали о том, как прошел год, что было сложно, что было наоборот легче. Давайте послушаем ответы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложно, наверное, пока еще оценить. Год прошел достаточно быстро, стремительно быстро. Очень много принято новых решений, коллектив новый. Все еще друг к другу присматриваются. На заседаниях думы ведут себя очень по-разному. У нас впервые работают 4 фракции. Это самая многочисленная 20 человек. Единая Россия и представлены по 2 депутата от Справедливой России, ЛДПР и КПРФ. И поэтому нам приходится находить компромиссы, нам приходится иногда вступать и в диалоги, в разные диалоги. Более интересно проходят заседания. Здесь появляются разные мнения, в том числе и в связи с тем, что фракции различные, они иногда воспринимают, увидят все с пониманием фракции именно свои, которые находятся в Москве. Ушедший год был очень тяжелый, особенно в финансовом положении, вы знаете, что очень тяжело. И в Думе пришлось выцарапывать последние копеечки. Но на следующий год, на всяком случае, уже где-то крылья поднимаются. И денежка побольше будет. И самое главное, что мы сможем, не к вопросу, решить и с детскими садиками. Вот это все-таки в плане стоит, вот улучшение. И не забудем наших учителей. Первый год показал, что при всем изменении регламента работы, при всем изменении состава Думы, все-таки вот направленность на решение конкретных задач, отсутствие, скажем так, некой склонности к демагогии, это, наверное, такая хорошая черта нашей Думы, наверное, такая хорошая традиция. Поэтому мы стараемся профессионально решать вопросы, очень непростые вопросы. К сожалению, мы с непростых вопросов в этом году начали. Поэтому год, конечно, не давал особых причин для оптимизма в силу и бюджетного положения, и многих других причин. Но, тем не менее, я думаю, что и в этой сложной ситуации принимались взвешенные профессиональные решения. На сегодняшний день пришли молодые депутаты, они, конечно, более амбициозные, стремятся сразу же в бой, решить те, либо иные задачи. И поэтому, конечно, есть некие жесткие рамки, которыми ограничен депутат. И, может быть, не все так получается с самого начала, но, тем не менее, я думаю, что все получится и в новом составе. Ну, к вам вопрос, как к председателю городской думы. Все-таки, вот какую оценку вы ставите работе думы за минувший год? И, опять же, отталкиваясь от новой системы выборов депутатов, есть в ней плюсы, есть минусы? Ну, значит, по оценке. Я бы поставил твердую четверку. То есть, в принципе, мы стараемся работать, самое главное, оперативно. И самое главное, что нам удалось, вот, несмотря на то, что новая система предполагает, что должны быть какие-то политические баталии, политические споры, нам все-таки удалось, Череповце, избежать как раз именно политических баталий, политических споров. Мы решаем конкретные проблемы для города, конкретные задачи. Поэтому, вот, политической борьбы у нас в городской думе нет. Об этом я могу, в общем-то, заявить прямо. Ну, если говорить насчет плюсов и минусов этой системы вообще, то вот, если мое личное мнение, то, конечно, минусов все-таки больше. Если не брать наш Череповец, а вообще, ну, конкретный пример. Дело в том, что люди, которые избираются от партий, они вынуждены подчиняться политике проводимой партии. И вынуждены подчиняться партийной дисциплине. А вот политика партии, конкретной, допустим, не всегда совпадает, может быть, с интересами конкретного населенного пункта. Ну, вот, конкретный пример, допустим, мы вчера голосовали бюджет. Изменения в бюджет, корректировку. Долгожданные деньги пришли из дорожного фонда. Пришли субсидии и субвенции на ремонт дорог, на выполнение указа президента по повышению зарплат. Учителям все рады, все довольны. Не прозвучало ни одного вопроса. Казалось бы, мы должны проголосовать, были единогласны. Представители некоторых фракций проголосовали, вернее, не проголосовали против, но воздержались, потому что такова политика их партий. И они бюджет никогда не поддерживают. Это вот минус, когда политика приносится в экономику. На мой взгляд, просто на местном самоуправлении вообще не должно быть политической борьбы. Потому что органы местного самоуправления не являются органами государственной власти по нашей конституции. Они созданы для решения местных проблем. Нам некогда заниматься политикой. Нам надо дороги ремонтировать, школы строить, садики. Ну, достаточно ваши коллеги оптимистично все равно были настроены, несмотря на споры. Говорят, что достигают они каких-то общих... У нас рабочий город, у нас нормальные рабочие люди. И коллектив в доме сложился очень хороший. Ну что ж, если говорить о работе минувшего года, то, ну, как правило, наверное, все-таки население тоже интересует экономические вопросы. И в том числе социальные какие-то. Я знаю, что очень много решений было принято и касаемо социально-экономического развития. На ваш взгляд, наиболее значимые для города, для горожан решения, которые принимали депутаты? Вот что можете перечислить? Вопрос. Знаете, мы работаем в таком режиме, как правило, как в той песне поется, а город по думал учения идут. На самом деле, очень важных и судьбоносных решений очень много. Но они проходят так потихоньку, их практически никто не видит. Практически на каждой думе такие решения есть. Наверное, и хорошо. Но из самых таких, наверное, обсуждаемых и решений, которыми, наверное, можно гордиться любому депутату Череповецкой городской думы, это решения по медикам, по педагогам дошкольных учреждений, которые мы принимали с лета минувшего года и вот до буквально сегодняшнего дня, в городе стала острая проблема. Строй, не строй, детские садики, работать некому. Педагогический коллектив разбегался, настолько низка зарплата, настолько низка социальная обеспеченность. Поэтому мы из скудного городского бюджета выделяли деньги на доплаты, плюс, значит, выделяли деньги на компенсацию части оплаты жилья тем, кто снимает жилье съемное, и проблему удалось решить. Буквально к Новому году фактически вот этот очень большой разрыв в кадровом обеспечении ликвидировать удалось. Сегодня мы пошли еще дальше, то есть вот от педагогов пошли пожелания, что почему только вновь принятым оплачивает съемное жилье, значит, надо бы оплачивать всем. Приняли мы сегодня такое решение, что практически всем педагогам дошкольных учреждений, ну там с определенными изъятиями, с определенными критериями в положении, потому что по большому счету на всех денег все равно не хватит. Но тем не менее такие решения приняты. Плюс подоспел указ президента, и сегодня зарплата педагогических работников дошкольных учреждений, она существенно увеличилась. Ну, к сожалению, возникла другая проблема. Если жили и нянечки, и педагоги как-то более-менее ровно, все бедно, сейчас возникает большой разрыв между зарплатой нянечек и зарплатой педагогов. И поэтому, в общем-то, тоже много жалоб, тоже мы вот сейчас рассматриваем. Да, есть о чем подумать. Кстати, я хочу добавить, что завтра в нашем эфире в 19.50 выйдет как раз спецрепортаж в 5 минут о важном, он будет посвящен, там все подробно будет рассказано, как, что, сколько, какие доплаты, в том числе о зарплатах нянечек, тоже пойдет речь с комментариями всех ключевых фигур нашего города. То есть смотрите, пожалуйста, завтра 5 минут о важном в 19.50. Это такой некий анонс, но мы продолжаем говорить о работе городской думы. И вот если добавлять, да, вот тему образования, тему социальной политики, я думаю, что, наверное, тоже очень важным таким моментом стало создание центра социального питания. Много говорилось об этом, много жалоб было от родителей на качество питания в детских садах, в школах. Теперь, насколько я знаю, такие жалобы практически исчезли. Ну, понятно, что исключения всяческие бывают. Это тоже было такое решение достаточно серьезное? Да, это было достаточно серьезное решение. Но я вот немножко сказал бы даже о другом. Не то, что жалоб не стало, которых мы, вот депутаты прежнего СОЗЭВа, мы практически каждый месяц рассматривали эти жалобы, люди к нам, обращение было к депутатам, плюс мы рассматривали на Думе. На сегодня, вот то, что мы в ноябре провели небольшое социсследование по школам, ну, качеством питания довольны порядка 88%, ассортиментом поменьше довольны, там, 77-80% и так далее, и так далее. То есть процентов 90% в среднем и родителей, и учеников стали довольны именно школьным питанием. И жалобы, как таковые, прекратились практически. Ну, человеческий фактор, наверное, есть везде, где-то всегда может немножко получше, где-то всегда похуже. Но самое главное, что питание теперь идет, закупка продуктов централизована, продукты, контроль качества, продукты в основном наши, вологодские, все вкусное, все здоровое, все полезное. Поэтому это очень большое дело, но это не только заслуга Череповецкой городской думы, это, в общем-то, государственная программа, это деньги, которые в поддержку и из бюджета Вологодской области сюда. Но пока еще все не доделано, там еще работы много, мало объединить это все в центр, надо, в общем-то, капитальный ремонт центра самого еще сделать. Плюс не все школы еще переоборудованы новыми параконвектоматами, там, тестомесками и так далее. Под эту программу идет, закуплено очень много техники, сделаны капремонты столовых. То есть не просто мы отодвинули там индивидуальных предпринимателей, а сделали единого поставщика услуг питания, а вложились деньги и в ремонт, и в оборудование. Я знаю, что депутатам приходилось выходить в школы, в столовую непосредственно пробовать, да, рядом со школьниками, а что же, чем же они питаются? Мы решили проверить, вот и несколько школ, где не было проведено ремонт, и несколько школ, где был проведен ремонт. Но, тем не менее, где питание уже централизовано. И, в общем-то, мы убедились, что даже там, где еще техника новая не поставлена, где ремонт еще не проведен, все равно улучшения существенные. И отзывы родителей, и отзывы детей, и отзывы педагогов, они вот просто несравнимы с тем, что было. Поэтому эта новая система, она, ну, в принципе, это возврат к хорошо забытому старому. Ну, а еще какие темы вызвали резонанс? Понятно, что зарплата бюджетных работников, она всегда вот на поверхности, это очень многих волнует. Ну, практически, не знаю, в каждой семье, наверное, есть человек, который работает в бюджетной сфере. А, тем не менее, вот вы говорите, да, о городе подумал, учения идут. Все-таки, вот что еще вы считаете, да, это было наше достижение за минувший год, и этим надо гордиться? В принципе, об этом уже часто говорится, что, допустим, там, за прошлый год у нас из бюджета, фактически, в связи с изменениями областного и федерального законодательства, исчезло практически полтора миллиарда, чуть поменьше. Где-то нужно эти деньги восполнять, как и что. И вот, в общем-то, такая работа была проведена очень большая, и администрация города, и городская дума, в общем-то, здесь помогла. Были консультации проведены с промышленниками, с предприятиями, с крупными. И мы, в принципе, сделали очень такой непопулярный шаг. Мы увеличили ставки налога на землю, но увеличили не для всех, чтобы не помешать ни малому бизнесу, ни среднему. За счет увеличения налога на крупные предприятия, на землю крупных предприятий, мы приняли решение об увеличении вот этого налога, все так прошло спокойно, тихо. Но в результате этого где-то более 200 миллионов дополнительных денег в казну будет поступать ежегодно только вот по одному этому решению. И на самом деле таких решений, ну, практически в каждой думе, они, в общем-то, есть такие решения. Но это наша работа, мы этим занимаемся. Хорошо, но если вот про вашу работу. Сегодня практически на всех уровнях власти говорят об открытости. И Государственной думы, и парламента областного. Вот что-то изменилось. Понятно, что депутаты проводят приемы граждан. Но вот еще какие-то другие формы взаимодействия наработаны сегодня городской думой? Стараемся. Ну, я бы немножко вот все-таки похвастался еще, наверное, пока только Череповецкая городская дума, наверное, еще может похвастаться. Но я не знаю, может еще есть несколько в стране или в области. У нас Череповецкую городскую думу на заседание вход свободный. То есть любой гражданин города может прийти, сидеть, слушать, смотреть, записывать. А вопросы задавать? К сожалению, задавать вопросы, существует регламент ни в одной думе. Дума это место работы депутатов. Если жители будут приходить задавать вопросы, для этого существует публичное слушание. Там можно приходить, задавать вопросы, обсуждать тему. Если мы начнем обсуждать вопрос не среди депутатов, которые принимают голосованием решения, а жителями, мы, наверное, вопрос этот каждый, в общем-то, будем решать до бесконечности долго. Поэтому ни в одной думе, ни в государственном, ни в законодательном собрании посетителям задавать вопросы только приглашенным, в строгоем, так сказать, соответствии с регламентом. Я имею в виду речь просто о посещении. То есть мы открыты. Пожалуйста, приходите, смотрите. Единственная просьба может быть, да, ну, заранее позвонить по телефону 50 11 10 секретарю, в интернете найти телефон с тем, чтобы мало ли вдруг не будет свободных мест. То есть если человек заранее зарезервирует, мы повесим табличку, там, Иванов Иван Иванович, место займем, пожалуйста, ради бога. Некоторые жители этим пользуются. Но это что касается посещений. Есть официальный сайт городской думы. В прошлом году, в конце прошлого года мы открыли свою страничку ВКонтакте. То есть она работает буквально с, наверное, октября или с сентября. Сегодня уже там порядка, по-моему, 400 подписчиков и около 10 тысяч так называемых пользователей, которые по номерам компьютеров отслеживают. То есть не 10 тысяч раз зашел один человек, а именно 10 тысяч компьютеров, 10 тысяч человек заходили. То есть на этой страничке уже там освещается деятельность думы, плюс там освещается деятельность и молодежного парламента, который мы взяли. Ну и вопросы все можно интересующие там задавать. Да, абсолютно все. Очень много стало сейчас вопросов не просто обращений письменных, очень много вопросов идет по электронной почте. Соответственно, мы по электронной почте реагируем точно так же. Единственная просьба, когда эти вопросы чисто анонимные, то в электронке просим оставить контакты для обратной связи, адрес, телефон, чтобы было куда, в общем-то, раз это официальное обращение все равно, то чтобы было куда направить официальное ответ. Новое понятие, официальное электронное анонимное обращение. Хорошо, одна из форм, я думаю, что тоже, наверное, открытости такой, да, городской думы, это вот, и, наверное, городской администрации так правильно будет сказать, это проект народный бюджет. То есть здесь, ну, наверное, долго рассказывать, что это за проект, в принципе, опять же, на сайте Чиринфа это можно все прочитать, утверждает бюджет гордума. Вот зачем это нужно, чтобы вот как-то еще так вмешивались и какие-то деньги делили все, кто желает? Это очень нужно. На самом деле наш город, каким бы он ни казался, большим и современным, он ведь, в принципе, очень небольшой. Вот такой, мы все друг друга знаем, и вот мы часто сталкиваемся с тем, что наш кошелек, наш бюджет не позволяет нам сделать все, что мы хотим. Одна часть населения хочет, скажем, отремонтировать дороги, другая говорит, нет, пусть лучше дороги мы года два не будем ремонтировать, мы будем строить детские площадки. Третье еще что-то. И вот таких мнений их много. Мы, в общем-то, старались как-то все равно эти мнения обобщать, но тем не менее, там есть специалисты, есть генплан, мы смотрели часть туда, часть сюда, часть сюда. И вот, в общем-то, мы хотим попробовать, чтобы при распределении городского бюджета более полно учитывать мнение жителей нашего города. Вот каким это образом будет делаться, вы правильно сказали, на официальном сайте информация есть, проект только-только начинается. Конечно, сначала будет делиться не весь бюджет, то есть это будет, наверное, какая-то часть будет дана, там, я не знаю, миллионов 15, 20, 30, 40, сколько это будет. Ну, тоже приличная сумма. И вот по этой сумме, допустим, там уже люди будут решать, а что мы будем делать, то ли мы будем дворы ремонтировать, то ли мы, может, улицу какую-то дополнительную, то еще. То есть вот с учетом этого мнения, как только эта, в общем-то, работа пойдет, мы увидим результат нормальный. Соответственно, это будет расширяться, расширяться, и, может быть, мы придем к тому, когда-нибудь, что весь бюджет города у нас будут не только депутаты утверждать, но утверждать-то будут депутаты, потому что по закону так положено, но обсуждать его будем всем городом. И на самом деле это здорово, потому что ответственность появляется. Одно дело кричать, говорить, хотим вот это, почему власть не делает, а другое дело самим принимать решение. Вот это мы не будем делать, потому что мы будем делать вот это. За это ведь надо отвечать перед другими, перед теми, кто хотел как раз сделать, и другое. Хорошо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Задавайте вопрос. Меня зовут Анна. Пожалуйста, вопрос ваш. Мой вопрос по поводу строительства моста. Новый мост хотели построить. Вот это первый вопрос. Можно отвечать? Да, я думаю, что можно отвечать. Времени у нас очень мало, поэтому достаточно кратко. Судьба нового моста. Есть ли какие-то изменения? В принципе, изменений никаких особенных нет. Строительство моста идет своим чередом. Сейчас идет согласование в Москве, в Министерстве Минрегионразвития, идет согласование, когда начнется конкретное. До этого шли изыскательские работы, предпроектные работы, проектные. Проект сейчас закончен, согласовывается. Мы все надеемся и находимся в твердой уверенности. Губернатор нас в этой уверенности поддерживает, что мост в Череповце 2 будет мосту быть. Хорошо. Последний вопрос, который успеваю задать. Новый член вашей команды появился. 10 марта состоялись выборы по 13 округу. Руслан Симкин одержал победу. Приступил ли уже новоиспеченный депутат к работе? В какой комиссии он будет работать? Да, мы вчера его торжественно приняли, вручили ему удостоверение, значок, свод наших основных законов, чтобы он изучал, устав города Череповца, регламент. В силу его профессиональной занятости, ему наиболее интересна сегодня работа в комиссии по городскому хозяйству. Изъявил желание он работать там. И мы на Думе уже будем принимать решение о включении его в состав этой комиссии 26 числа. Но у нас, в принципе, любой депутат может работать в двух комиссиях. По второй комиссии он, когда поработает, определится. Я думаю, изъявит желание сам. И мы готовы к работе с ним. Ну что ж, наша программа заканчивает. Напоминаю, что сегодня в студии у нас был Андрей Подволодский, председатель городской думы Череповца. Андрей Генрихович, спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи в совершении плодотворных решений. В вашем лице всем депутатам городской думы. Это была программа «Серьезный разговор». И я хочу напомнить, что через неделю в этой студии на ваши вопросы ответит мэр города Юрий Кузин. 35media.ru адрес сайта, где можно эти вопросы писать, задавать. Или по телефону 578-555. Спасибо, что были с нами. До встречи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин